привет подписчики и сегодня у нас обзор на элитную общагу в праге начнем с прихожей пока что быстрый такой обзорчик и скажу сколько она стоит 220 евро за месяц или 6500 крон называется саллерово колой или общежитие таллерово общежитие в ше такой вид крутой начинаем с прихожей находится на ярове яров это прага 3 то есть можно сказать в центре так такая большая входная дверь потом два два больших шкафа в каждом по два отдела то есть комната для четверых я здесь буду жить с двумя словаками и чехом места в принципе хватает то есть посмотрите меня здесь бумага порошок и мои сумки рубашки места много здесь в порядке для обуви тоже много места четыре таких шкафчика возле входной двери у нас туалет посмотрите какое все новое новая плитка красивое сочетание цветов освещение тоже на уровне но не зря вся галит на 220 евро в месяц и специальная щетка вот такая ведро и щетка новая то есть вот такой вот туалет да кто-то скажет что он маленький метр на метр получается может метр на метр тридцать но в принципе мне нравится как выполнен дизайн туалета то есть внутри там очень удобно потом здесь крючки для одежды если повесить куртки и как бы здесь вот снизу предполагается что должны быть ботинки но я ботинки храню там дальше у нас здесь такая тумбочка где мы хранили посуду ну где будем дальше хранить посуду пока что еще никто не приехал потому что еще только второго сентября учеба здесь начинается двадцатого чехи приедут двадцатого у меня есть можно я вам снимаю то есть здесь для как бы для трех видите три отдела а четвертому соседу полагается что он будет наверху все хранить дальше холодильник вот такой вот холодильник не знаю почему но он уже как я приехал был разбит но целом холодильник хороший есть морозилка у нас такой же холодильник был самый дешевый общаги в праге это волтава ссылочка будет в описании можете посмотреть принципе тоже не совсем понятно три полки и одна такая для овощей то есть кто-то обделен но может это как-то сгруппируем дальше обыкновенное маленькое ведро что и что из плюсов микроволновка в цене дальше вот такие тумбочки здесь подракиванный я пакет мусорные кинул умывальник плита две комфорки одна большая вторая маленькая но здесь сожалению комфорки маленькие не маленькие а старые потому что в моем прошлом номере была новая плита индукционная это видите такая обыкновенная старая что я заметил очень маленькая какая-то кухня по размерам то есть буквально вот нельзя даже вытянуть руки на ширину буквально метр с половиной дальше шкафчики я снял крышку с мусорки шкафчики то есть получается на каждого заново одна с половиной полка так вот она выглядит но что очень что мне нравится что здесь новая мебель все красиво свет вытяжка вайфай роутер вот там вот то есть вайфай здесь намного лучше чем на прошлом общежитии в ултава свет здесь автоматически видите вот датчик ну и самая хорошая часть это ванная чему стоит сюда приехать но только ради одной ванной посмотрите такой же дизайн как и в туалете вытяжка свет крючки два душа душ обыкновенный и как говорится тропический поставка для мыла очень красиво то есть мне вот душевая кабина и туалет реально на уровне мне нравится два умывальника батарея два зеркала освещение тоже можно включить и будет такая подсветочка это можно выключить то есть видите регулируется все индивидуально такая ванная ванная очень большая может метра 3 да я бы сказал 3 какое отличие еще от моего прошлого номера то что здесь плитка а здесь ламинат ну что сейчас зайдем в номер в номер ведет такая дверь деревянная здесь подключить это подключение для быстрого интернета если вайфая кому-то не хватает это вот моя постели уже обустроился возле постели шкафчик шкафчик получается на двоих но я себе занял верхнюю полку говорится кто первый кто быстрее пришел тот нашел здесь еще деду разложил чай чтобы было быстрее дальше на стенах две полки это вот мои сосед мой еще не приехал здесь все пусто так вот то вот так вот выглядело когда я заселился все то есть две полки места хватает вещи можно разложить вот это реально плюс под кроватью кроватью тоже открою вам кроватью тоже две полки там там выдвижные то есть местом проблем нет можно все сложить кровать очень мягкая намного лучше чем на волтаве очень мягкий матрас она широкая может метр десять каких и длинная то есть если там я спал то там было как на какой-то можно сказать доске здесь реально комфортно сколько два метра может даже больше кровать а потом стол такой рабочий новый стул замечу такой приятный здесь опять же две полочки там тетрадки компьютер ну и это для одежды три полки здесь у меня полотенце и все такое там для грязных вещей ну и самое крутое это конечно же вид на центр праги выходим на балкон и наслаждаемся сейчас пять часов видите солнце солнце там а когда закат то оно там и можно очень красиво я вот вижу в постели и наслаждаюсь то есть вот это однозначно плюс покажу вам вид вид очень хороший замечательный просто балкон общий то есть еще и на соседнюю комнату как я сказал соседней комнате никого нету что мы заметили то что здесь балкон слегка криво сделан то есть он под наклоном я не знаю может быть это можно видеть даже на потолке то есть оно такое слегка вниз слегка соревноватая здесь но не упадешь но слегка соревноватая ходить это из металла вот так вот можно наслаждаться здесь закатом зимой наверное да не получится воспользоваться потому что будет холодно но летом это супер как-то странно закрывается то есть наверх я такое еще не видел есть большое окно что из минусов то что нету занавесок то есть занавески от десятого этажа я сейчас девятом этаже занавески от десятого то есть десятого как бы считается что это уже комфорт батарея лампа стол так может можете оценить это громкоговоритель если будет пожар уже однажды пожар был розетки возле кровати как бы стол этот можно передвинуть у нас он по-другому стоял то есть мы его повернули здесь не знаю почему так стоит здесь уходит да как бы в целом места немного но в порядке то есть очень удобно и все новое это вот самое главное то есть я бы сказал что это вообще как в отеле покажу вам еще комнату соседей такая у них комната вот и зеркальная тут ничего наверное интересного нету ну все же так чтобы знать кто-то будет соседней комнате жить все абсолютно такой же такой же набор вещей из минусов что нету занавесок да то что не знаю кто как привыкну кому-то кто-то может сказать что она маленькая все то что кухня маленькая ну да ну что хотеть это общежитие конечно общежитие может дорогое да по сравнению с россией за 220 евро в месяц но как бы в праге дешевле мне кажется вы ничего за такие условия не найдете то есть целом я как говорится удовлетворен не знаю кто-то размазал видите там на стекле ну наверное я вам показал все а вы подписывайтесь на канал ставьте лайки и комментируйте что думаете жили бы вообще в такой общаке